Жители многоэтажки по улице Суворова в поселке Суходол разделились на два лагеря. Одних устраивает состояние их дома и работа старшего по МКД, другие в корне недовольны нынешними делами, обвиняя управдома в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. И она все время усмехается, что бы мы ни сказали. И все, да, вот на смех нас берет, мы дураки, она умная. Вот такая вот у нас эта обстановка. И будем помогать. Но она же этого не хочет. Она даже с нами не хочет разговаривать. Хотелось бы, конечно, поактивней, чтобы человек, который занимает такой ответственный пост, поактивней был. Вот, может быть, тогда и дело бы лучше шло. Потому что вот мелкие работы, которые у нас, вот, например, ям около этого подъезда, мужчина упал, ребра сломал, бабушка упала у нас, чуть сотрясение мозга не получила. Но мы опять же, да, мы обращаемся, а реакции на нас никакой нет. По поводу всех за и против провели даже общедомовое собрание. По словам жильцов, такие встречи проходят крайне редко. А сделать в доме нужно многое. Другая часть лагеря встала на защиту старшей по дому. Отметив, что дело свое человек знает, вопросы решаются, пусть и не так быстро, как хочется многим. Еще одна проблема этой многоэтажки – долги жильцов. Крупных должников двое. Это те, которые вот сто и сто восемьдесят тысяч. А мелкие по пятьдесят тысяч еще два человека есть, еще две семьи. Для проведения работы требуется определенная сумма на счету. На их счету порядка двухсот тысяч. Но, нужно сказать, а должников по этому дому порядка на шестьсот тысяч. Вот представьте цифру двести тысяч и шестьсот тысяч. То есть, они фактически четыреста тысяч нам еще должны. Но я не говорю, есть добропорядочные, те люди не должны страдать из-за кучки вот тех, кто не хочет. Большинство людей, конечно, нормальные, оплачивают в срок, вовремя. Им, конечно, большое спасибо. Разрушающиеся лестницы и балконы, отсутствие ремонта и холод в подъездах – это далеко не полный перечень проблем. Хотя, как разъяснила в данной ситуации заместитель генерального директора ОСКК Лариса Мельникова, совет этого дома работает довольно неплохо. План работы есть, он принят из КК. Единственное, все работы проводятся согласно той суммы, которую дом собирает по статье «Содержание. Текущий ремонт». Жители повестив на доске объявлений, что они будут проводить собрание с повесткой дня, затем они проводят собрание, набирают кворум. Кворум должен быть более 50% голосов на общем собрании, где они определяют, опять-таки, кандидатуру, выбирают нового председателя и начинают работать. Но, еще раз повторюсь, со смены, если у них будут такие долги, смена председателя ничего не дает. После бурного обсуждения жильцы разошлись по своим квартирам, так и не приняв окончательного решения. Надежда Щипакина, Александр Жуков, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».